Компания Microsoft провела мероприятие три в одном. Во-первых, глобальное обновление системы Windows 8.1. Во-вторых, новый технологи-центр. В-третьих, эпохальное событие — окончание технической поддержки Windows XP. С последнего и начнем. Путь Windows XP начался 25 октября далекого 2001 года. Для примера, в том же году вышли такие фильмы, как «Амели», «Дети шпионов», «Перл Харбор», «Лара Крофт», «Расхитительница гробниц», «Форсаж» и «Шрек». Всего за год до этого вышла культовая Nokia 3310. История Windows XP — это 12,5 лет счастливого пути. Система была долгое время самой используемой операционкой в мире. А по результатам исследования, проведенного в январе 2014 года, XP находился на втором месте после Windows 7 с долей почти в 30%. В 2007 году доля операционной системы составила больше 75% от всех мировых систем. То есть на трех из четырех компьютеров стояла Windows XP. Мне кажется, самое основное, чем для меня лично запомнился Windows XP, возможно, для вас тоже, это заставка рабочего стола, где зеленый холм, где солнышко, облачка. Кстати, хочу заметить, что травка на этом холме уже пожелтела. Время прошло, и с Windows XP тоже пора уже заканчивать. И вот 8 апреля знаменитый на весь мир рабочий стол потускнел. Windows XP, по сути, прекратил свое существование. Это не значит, что с этого дня операционная система прекратила свою работу. Фактически, Microsoft прекращает техническую поддержку. То есть пользователи перестанут получать обновление системы, и главное — обновление, устраняющее различные неполадки и дыры в ней. Говоря еще проще, ваш компьютер в опасности, потому что незалатанные дыры — лакомый кусочек для хакеров и мошенников. Поэтому время искать альтернативу, если вы не хотите чувствовать себя дискомфортно. И у Microsoft есть решение. Windows 8 — это самая современная на данный момент операционная система. И что примечательно, она обновляется с завидной регулярностью. Мы слушаем пользователей, добавляем новые возможности, новый функционал и улучшение интерфейса. Должны заметить, что до сих пор техническая поддержка доступна для Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. Кстати, о восьмерке. 8 апреля закончилась поддержка XP, но продолжилась поддержка 8.1. Стартовало глобальное обновление размером в 885 мегабайт. Ну и третья новость — обновление Microsoft Technology Center. Если хотите, MTC в версии 2.0. Первый центр был открыт в 2009 году. А в 2014 году компания инвестировала 15 миллионов долларов вместе с партнерами, чтобы создать центр с новейшим оборудованием и решениями компании. Новый MTC соответствует всем современным тенденциям развития IT-индустрии. Мобильность, большие данные, облако и социальные медиа. Центр очень интересный. Ну и принципиально то, что мы учли весь опыт эксплуатации предыдущего центра. С одной стороны. С другой стороны, мы постарались реализовать все самые современные тренды, которыми сейчас болеет IT-индустрия. В хорошем смысле этого слова. То есть это работа с большими данными. Это enterprise mobility. Это социальные медиа. Это облачные вычисления. Вот эти все компоненты можно посмотреть в нашем центре. К настоящему времени ресурсы центра включают в себя 90 серверов на самых современных многоядерных процессорах. 22 системы хранения данных. 100 мощных различных клиентских устройств, рабочих станций, ноутбуков, планшетов, фаблетов, смартфонов. Различные системы построения видеоконференций, аудио и видео оборудования, активное сетевое оборудование и многое другое. Это новейшие аппаратные и программные решения более 70 известнейших российских и международных производителей. В настоящее время в Европе, США, Индии, Китае и других странах уже работает 29 технологических центров Microsoft.